Певничная Корея выпробовала новую баллистичную ракету. Северная Корея испытала новую баллистическую ракету. Это произошло накануне. Рекордное время в полёте и достаточная высота. Амир просто наблюдает. Наблюдает, как растёт эта угроза. Северная Корея научилась делать лучше артиллерию. Это уже произошло благодаря сотрудничеству с Москвой. Научилась делать лучше и ракеты. Это уже очевидно. Сейчас, к сожалению, научится современной войне. Первые тысячи солдат из Северной Кореи недалеко от украинской границы. Украинцы будут вынуждены защищаться от них. Амир снова будет наблюдать. Мы не раз говорили, что нельзя давать время таким угрозам. Нельзя позволять России искать и находить себе сообщников. Нельзя давать время какому-либо врагу свободного мира расти. Что объединяет Пхеньян с Москвой? Только желание воевать. Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи. Все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнёров. Но вместо столь необходимой дальнобойности Америка наблюдает. Британия наблюдает. Германия наблюдает. Все просто ждут, пока ещё и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам. Мы знаем всю логистику между Россией и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии. И эта логистика должна быть заблокирована. Это зависит в частности от сильных государств Азии. Это зависит от Китая, который столько говорит о прекращении войны, а сам наблюдает. И пока звучат слова, на фронт едут военные из Северной Кореи. Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась, и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширении войны совпадали с действиями. Участие Северной Кореи в этой войне в Европе – это угроза всему миру. Угроза, которую нужно остановить.